Здравствуйте, меня зовут Алексей Соловьев, я работаю Data Scientist в компании Connect.com, занимаюсь Computer Vision сейчас, но про проект, который я вам расскажу, он не совсем связан с Computer Vision, он скорее связан с применением нейросеток в целом. Проект называется «Категориальная разметка товаров по полу», но, в принципе, на него можно смотреть как на общий случай применения нейронных сетей в решении различных задач для бизнеса. Наш заказчик был, это большой маркетплейс из Европы, то есть его сайт выглядит примерно вот так. У него есть множество товаров, которые приходят, ну, в основном из Китая, наверное, может сказать, и он их продает в основном по Европе. Задача была такая, что эти товары, которые к нему приходят, их очень много, и их нужно автоматически размечать, ну, по категориям и в том числе по полу. То, чем занимались, ну, то, о чем я расскажу в рамках этой задачи. Вот, это вот, собственно, вот так выглядит. Каждый товар — это такая сущность, которая представлена несколькими изображениями и описанием, текстовым описанием, плюс различная другая информация, в частности, там, что за поставщик, с какого магазина это пришло, сколько это стоит, сколько цена за доставку и так далее. Но основные основные фичи, как характеристики, которые помогали работать с этими товарами, это в первую очередь изображение и текстовое описание. Вот. Я, честно говоря, не знаю, насколько у вас, ну, насколько вы знакомы хорошо с, ну, что такое нейросеть, для чего они нужны, как они могут применяться. Наверное, если вы не первый раз здесь, наверное, вам об этом уже рассказывали. Но если в общем говорить, то нейросеть — это такая сложная функция, в которую ты на вход подаешь некую сущность, например, ну, то есть любая сущность, например, человек или там товар или услуга или вообще все что угодно, она может быть записана как набор набор ряда чисел. То есть человек может быть, скажем, если это клиент, вы хотите описать своего клиента к вам, там, вы работаете с людьми, вы можете этих клиентов записывать себе в базу как, там, пол, возраст, там, страна, там, там, еще какие-то предпочтения, то есть вот такие. Это все будет выражаться какими-то числами. То есть это будут, это могут быть категориальные признаки, то есть такие дискретные значения, там, скажем, пол — это там, мужчина-женщина, там, это может быть выражено как, там, ноль-один. Или это могут быть непрерывные значения, например, как возраст, ну, хотя возраст, ну, неважно. Или там, скажем, доход ежемесячный, он может, это не дискретное значение, оно может принимать любые значения от, там, нуля до бесконечности, там, 10 рублей, там, 50 копеек, там, 100 рублей, ну и так далее. Вот. Каждая сущность, то есть, в принципе, для нейросети это все выглядит, по сути, ну, принципиально одинаково. Это вот, то есть то, что называется вектором в математике, это, по сути, как бы, такая сгруппированная, сгруппированное описание некой сущности через числа, то есть любой сущности. И нейросеть — это такая сложная функция, в которую на вход подается вот, собственно, вот эта сущность, и решается, и решается, и с помощью нейросеть пытается решить какую-то задачу, которую вы, ну, там, я хочу на выходе, чтобы, там, скажем, разделить, там, товары, там, так, или, там, по-другому, или, там, людей, или, там, услуги, или я хочу понять, выплатит человек кредит или нет, то есть, ну, то есть вы задаете задачу, даете на вход, вот, собственно, вот это представление о том, о тех элементах, которые, задача, о которых вы хотите решить, и сеть учится. Собственно, здесь на схеме представлена сеть для работы с изображениями, у нее немного другой принцип, она просто берет картинку и ее превращает, собственно, вот в такой же вектор в конце, про который я говорил. Если это, ну, то есть, изображения, они немного по-другому, сеть немного по-другому работает с изображениями, но, по сути, чтобы мы не подавали на вход, будь то это вектор чисел или изображение, которое тоже, по сути, является матрицей чисел, просто это такой кубик в трехмерном пространстве, там, длина на ширина, на глубина, то есть, да, любое изображение, это просто такой кубик чисел, матрица. Чтобы вы не подавали на вход, вы в итоге получаете в конце такой же вектор, такой же набор чисел, который в рамках решаемой задачи вам начинает обладать некими свойствами, то есть, теми свойствами, которые вы закладываете, формулируя задачу. И вот это представление сущностей, вот представление, которое вы получаете в конце, оно очень ценное и оно вам может, то есть, решая одну задачу, вы сразу можете решить несколько других задач, потому что, ну, то есть, вы можете, скажем, подать вектор, там, размерностью, там, 5, ну, то есть, 5, это значит, просто, там, 5 чисел будет, например, каких-то 5 фичей, которые описывают, там, там, человека, например, а на выходе получить вектор размерностью, там, 512, то есть, там будет 512 чисел, это значит, что там будет, вы из пятимерного пространства преобразовали этот вектор в пространство с размерностью 512. Это говорит о том, что вы, что вот этот вектор, он может, он может обладать больше информации, нежели тот вектор, который вы подали на вход. Он может нести больше информации. И, таким образом, вот это, вот это представление сущности, которая проходит через нейронную сеть, оно вам позволяет, ну, как я уже говорил, решать какие-то другие задачи побочно, например, если вы хотите. Или более эффективно решать задачи, которые вы хотите решить. Здесь, здесь больше техническое, это просто сравнение. То есть, это конволюционные сети, которые работают с изображением. Вот это первое, это вот, собственно, вот это. А вот это, это ResNet 50, это две, то есть, VGG 16 или 19. И ResNet 50, это такие два таких мощных бейзлайна, которые, которые, в принципе, существуют, которые, ну, как правило, берутся как первый начальный шаг для решения каких-то проблем. И смысл еще вот этих сетей, то есть, мы берем архитектуру, и мы берем для решения задач, мы берем сети, которые уже на чем-то учились. В частности, все вот эти архитектуры сетей, они уже идут с предобученными весами. То есть, они уже научены, они уже знают что-то. То есть, как правило, они научены на таком датасете, который называется ImageNet, очень большой, там много классов, там много картинок. И в решении любых задач всегда лучше брать нейросети, которые уже знают что-то. То есть, они уже знают, что есть там картинки, что у картинок есть там какие-то там определенные, то есть, опять же, фичи там, то есть, и эти сети можно потом доучивать под свою задачу. Это называется transfer learning. Ну, собственно, не суть, просто вот что существует, что сети, архитектуры сети, они могут быть очень разные, они могут быть очень большими, они могут быть чуть поменьше, и в зависимости от того, какую задачу нужно решать, можно там брать ту или иную сеть. Вот, вот здесь то, что я, собственно, говорил, вот здесь мы видим, есть такой датасет, чисел для написанных от руки, для индексов, для почтовых индексов. И вот здесь видно, что если мы этот датасет будем подавать в сеть и получать что-то на выходе, мы в итоге можем, то есть, мы получим какой-то вектор в многомерном пространстве, мы не можем посмотреть вектор в многомерном пространстве, у нас нет возможности, но мы можем это пространство сделать меньше, до там трех или двух измерений, и тогда увидеть, что происходит. И вот, собственно, здесь мы видим, что вот этот датасет, набор рукописных чисел, которые мы можем преобразовать с помощью нейронной сети, мы потом можем увидеть, что происходит в конце. А в конце происходит, в данном случае, если мы решаем задачу классификации, мы просто хотим в сети сказать, что вот мы тебе подаем картинки с числами, мы хотим просто решить задачу классификации и эти картинки классифицировать на десять классов, от нуля до девяти в данном случае. И в итоге сеть выучивает такие представления этих чисел, то есть они будут совершенно другие, нежели то представление, которое мы подаем на вход в виде вектора, она будет выучивать другие вектора и выдавать, которые ей помогают решить задачу классификации и разделения этих чисел на какие-то категории. То есть если мы потом захотим посмотреть, что мы получаем в конце на выходе сети, то мы можем увидеть, что вот, собственно, сеть выучивает такие вектора, которые легко разделимы, в принципе, ну, если это необходимо. То есть если мы потом подадим в сеть уже наученную какое-то другое число, скажем, четыре, оно там куда-то упадет в какую-то группу, которая будет кластеризована и которую мы можем разделить, если нам необходимо. Вот, это, собственно, вот свойство, общее, наверное, свойство, которым нейросети обладают. Это получение некого представления о любой сущности, которую вы даете сети, которая помогает решить определенную задачу и которая обладает рядом интересных свойств. Собственно, вот это свойство сетей, любых нейронных сетей, оно, опять же, может быть, вам уже кто-то рассказывал или вы знаете, оно дальше нашло продолжение в такой концепции, как векторное представление слов. То есть когда мы учим сеть, мы даем сети там какой-то текст и учим сеть предсказывать слова по окружению. То есть, например, многие слова будут находиться, то есть у каждого текста есть какая-то структура. Слова, они расположены, как правило, в каком-то контексте. То есть, если мы говорим про город Москва, там сразу появляется контекст каких-то слов, который именно связан с Москвой, например. А если мы говорим про какой-то другой город, то там будет другой контекст и так далее. И сеть выучивает таким образом, ну как бы ближайших соседей, по сути, и на выходе мы получаем такие представления слов, которые имеют такие свойства, например, как, ну вот, собственно, что мы здесь видим, что там, скажем, города будут кластеризованы вместе, вот как там на предыдущем слайде были числа кластеризованы вместе. А здесь мы будем получать пространство, где будут там, там, города, там, будут здесь, там, какие-то сущности, связанные там с некой деятельностью, там, будут там. Ну, то есть они все будут, все будут иметь какой-то смысл в каком-то многомерном пространстве, у них у всех появится какой-то смысл, ну, в виде представления какого-то. Ну, вот здесь мы видим, что вот тут ряд других свойств интересных появляется, вот, когда мы учим сеть со словами работать, в частности, вот у нас есть там некая точка, некий вектор в пространстве, который обозначает короля, некий вектор в пространстве, который обозначает, там, мужчину, и еще два вектора, которые обозначают королеву, там, и женщину, и они обладают таким свойством, что если мы там вычтем, там, равное, там, допустим, вот эти расстояния, они будут примерно одинаковые, мы всегда можем, там, из одного вектора вычесть другой вектор и получить, как бы, ну, то есть, например, я помню такой, ну, то есть, я знаю такой случай, что, допустим, есть сеть наученная на каких-то газетных, ну, то есть, на каких-то новостях, и там был, можно было получить, можно было взять вектор там какой-то компании А, вычесть из него вектор генерального директора CEO, прибавить там вектор, там, не знаю, компании другой, и получить, собственно, именно ту точку, которая говорит о том, кто генеральный директор в компании B. То есть, это вот, собственно, это не, ну, то есть, это говорит о том, что вот это пространство многомерное, которое сеть получает, оно имеет, как бы, структуру, некую структуру, которая, ну, которая обладает каким-то смыслом. Вот, значит, возвращаясь к задаче, к классификации товаров по полу, значит, сначала, значит, ну, то есть, нам была поставлена задача, у нас есть товары, мы хотим, чтобы лучше рекомендовать товары каким-то там группам покупателей, мы хотим знать, к чему, к какому полу относится тот или иной покупатель. Мы этого не знаем, мы знаем там каких-то ряд других свойств, но мы не знаем, вернее, товар, какой покупатель купит какой товар. То есть, мы, у нас есть товары, мы, как люди, можем это сказать, что там примерно там, что вот этот товар, скорее всего, купит там мужчина, это, скорее всего, товар купит женщина, этот товар там юнисекс. Но мы хотим это автоматизировать. Для решения любой задачи машинного обучения у нас, нам нужна выборка, которая будет иметь, размеченная выборка, которая будет иметь класс. То есть, нам нужны какие-то примеры, которые нам говорят, что вот этот товар, это точно женщина, вот этот товар, это точно мужчина и так далее. Нам нужна размеченная выборка для того, чтобы учиться, чтобы потом предсказывать неразмеченную выборку. То есть, это, ну, как бы в супервайз-лернинг, в машинном обучении всегда именно так. Вот. И тут был интересный момент еще. Для того, чтобы получить размеченную выборку, нужно, ну, собственно, разметить ее. Для этого есть там, скажем, например, там у нас были ребята, которые это делали. И вот стал вопрос, что вот мы сейчас дадим им товары, и мы скажем, вот, разбей, пожалуйста, нам их на три категории. Это мужской, женский, юнисекс. И мне показалось, что в этом есть некая такая, ну, как сказать, ну, то есть проблема становится менее гибкой в том смысле, что иногда же бывают товары, которые непонятны. То есть, например, там чехол, там, скажем, черный, ну, наверное, это там прозрачный для телефона, наверное, юнисекс. А, скажем, там чехол, там, скажем, там, синий, там, например, или красный, он же по сути, как бы, ну, кто-то может сказать, что красный чехол, там, или розовый, он, наверное, все-таки больше к женщине. Но он тоже в каком-то смысле юнисекс и так далее. В общем, смысл в том, что задача была переформулирована, и мы решили сделать так, что товары не будут принадлежать каким-то группам дискретным, там, мужчина, женщина, там, юнисекс, а они будут иметь значения, любые значения по шкале от нуля до единицы. И тем самым мы, как бы, облегчим задачу модераторам и сделаем само решение проблемы более гибким. То есть мы, как бы, модераторам говорим, разметьте нам товар по шкале от нуля до единицы, и вы можете выбрать любое значение между, там, нулем и единицей. Соответственно, там, там этот товар может быть, то есть если у нас ноль – это женщина, ноль пять – это юнисекс, а единица – это мужчина, то можем сказать, что, то есть один модератор может сказать, что, там, размечая, там, он, скажем, может сказать, там, что этот товар примерно на ноль четыре. Это значит, что он чуть-чуть ближе, там, вот, к женскому, как бы, там, а этот товар, там, ноль восемь, это значит, что он почти мужской и так далее. Вот. И, собственно, вот эти, вот эти, вот эти формулы, ну, собственно, вот это вот, все остальное – это производные, как бы. Это функция, функция потерь, которую мы, на которой мы обучаем нейронную сеть, она, как раз, эта функция потерь используется для, для, для таких вот такого рода данных, которые могут принимать недискретные значения. Это одна из таких основных функций потерь. Она, как правило, применяется в регрессии. И, собственно, вот эта задача, которая изначально была поставлена как задача классификации, то есть разбиение на дискретные классы, на три класса, мы ее переформулировали как задачу регрессии, и поэтому у нас мы, собственно, взяли вот эту функцию. Она, в принципе, очень простая. Это наше значение истина, это значение, которое мы получаем, мы это возводим в квадрат, берем сумму по всем примерам, и, собственно, это наш лосс. Это та ошибка, которую мы получаем во время обучения. Ну, то есть, например, если у нас здесь класс 0,5, вот этот класс 0,5, тут неважно, как они стоят, вот этот класс 0,5, мы сеть обучаем, получаем 0,4, у нас разница там в 0,1, мы возводим в квадрат, и это, собственно, наша ошибка. Дальше. Это, собственно, модель, она, правда, ну, она должна быть так, но слайд предполагает, что вот только так. Это наша модель, она, значит, представляет себя нейронную сеть, которая на вход подается... На вход подается товар в виде... Ну, то есть, товар будет представлен в виде двух векторов, каждый товар. Один товар, в смысле, один вектор будет представлять из себя все, что связано с текстовым описанием товара. Второй, это вот этот вот, вот это все, вот эта длинная история, это все связано с... Ну, да, это связано с текстом. А вот здесь, и вот здесь они, вот здесь они соединяются вместе в один большой вектор. А вот здесь подается представление товара в виде, который мы получаем от тех картинок, которые этому товару соответствуют. Вот здесь, почему как бы здесь вот такой вот штуки же нет, как бы, да, вот здесь, потому что мы вот это представление товаров получили заранее. То есть, вот те сети, которые я вам показывал, вот эти все, вот эти, вот, собственно, вот, например, вот эту, которую мы использовали в итоге, они позволяют получить вот это представление один раз, его можно сохранить, и потом его можно использовать, потому что, ну, это тоже время какое-то занимает. То есть, у вас есть сеть, предобученная на картинках, которая, ну, которая что-то умеет, и она предобучена вообще на других картинках. Она, может быть, в вашей картинке там вообще не видела, она обучена там на каких-нибудь там кошечках, например, у того, ну, там в имиджинете очень много категорий носит, но в вашей картинке она не видела, она не видела вот эти все вот там, вот это вот все, она такое не видела. Она видела, может быть, что-то примерно похожее, но вот именно конкретно вот эти штуки она не видела, и она решала совершенно другую задачу. Но смысл, в чем, как бы, в чем, ну, не сила, как правильно сказать, в чем, почему сети такие популярные, почему они решают эффективно так много задач, в том, что ты можешь взять сеть, предобученную на чем-то, на вход дать свою картинку, другую совершенно, получить какое-то представление, которое будет все равно обладать рядом, ну, широким рядом очень полезных свойств. И, собственно, вот здесь, вот это вот, это выход, на самом деле, вот этого всего, вот это все, оно проходит, 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 и вот здесь мы получаем там в конце, собственно, вектор. И мы просто, здесь этого не обозначено, потому что мы все товары в какой-то момент просто прогнали через сеть, получили вот эти вектора, ну, товары, картинки товаров, и потом просто их подавали уже как вектора. Мы не тратили время на то, чтобы учить. Хотя, в принципе, можно сделать так, но мы сделали заранее, потому что мы потом оперировали этими векторами в других задачах еще. Вот. В общем, наша модель, она берет, у нее два входа. Каждый товар представлен картинками и текстовым писанием. Картинки проходят через одну сеть, конволюционную, вот то, что я показывал раньше. На выходе мы получаем вектор. Текст проходит через другую сеть. Там тоже для работы с текстами есть разные сети. Там есть рекуррентные сети, есть тоже конволюционные. Вот мы, собственно, использовали конволюцию, тот же принцип, который используется в картинках, но не суть. И, собственно, мы получаем два вектора. И эти вектора просто конкатинируем. Ну, вот у нас было там два вектора по 100, мы получили вектор по 200. И, собственно, пытаемся его уже на основе вот этой информации о тексте и картинке, мы пытаемся предсказать, собственно, решить задачу регрессии. Вот. Это, собственно, это всегда вот такие вот вот такой способ модификации некой сущности, в данном случае, товара в вектор. И потом уже работа с этим вектором, она всегда гораздо эффективнее и всегда гораздо лучше, нежели мы начинаем с нуля. да. То есть, если мы возьмем сеть, которая была вообще ни на чем не научена, пытаемся там научить картину, то есть пытаемся ей дать картинку, определить там какой-то там класс, то есть всегда лучше. То есть, еще почему лучше? Потому что вот эти предобученные сети, они учились на огромном количестве данных. А машинное обучение, оно, собственно, все о ну, скорее всего, как правило, оно все о количестве данных. И чем больше у тебя данных, тем эффективнее ты будешь решать задачу. Любую. Поэтому данные – это вообще на самом деле все. И Google, например, который, у которого есть доступ к огромному количеству, практически ко всем, наверное, данным возможным, который себе можно представить, он наиболее эффективно будет решать эти задачи, в том числе, ну, в первую очередь, именно поэтому. То есть, можно взять какую-то там очень сложную архитектуру, там, сети, там, не знаю, можно там взять какие-то там, там, кастомные, ну, какие-то лосы там, какие-то, ну, то есть, можно много сделать, какую-то, можно сделать сложную модель, но если у тебя плохие данные, ну, как бы ты ничего не получишь хорошего. А если у тебя хорошие данные, то даже простая, чем лучше у тебя данные, чем проще модель ты можешь использовать, тем эффективнее, тем в итоге ты получишь лучший результат. Вот. Ну, здесь просто показывается процесс обучения, это метрика точности, это метрика лоса, собственно, метрика точности, ну, то есть, вот это должно падать, вот это должно расти. Вот. Здесь мы видим, что мы там, где-то там, в точность у нас в районе 0,75. Вот. Это, это валидация. Очень важно, на самом деле, ну, это такой технический момент, очень важно, чтобы у вас валидация совпадала с обучением примерно, то есть, здесь она немного, у нее больше, ну, дисперсия, ну, то есть, это разброс такое значение чуть больше, но это потому, что валидации всегда меньше, то есть, мы учимся на большом количестве данных и всегда себя проверяем на малом количестве данных, которые мы не видели, чтобы мы понимали, как модель вообще работает и где останавливаться. Ну, собственно, да. Вот. Значит, вот здесь мы видим, что мы в итоге получили. Это наши товары, некая их часть, ну, их там было довольно много, там, несколько миллионов. И вот здесь можно увидеть, что мы получаем в итоге в процессе обучения, в результате, вернее, обучения на выходе. Это, по сути, те же самые числа, вот, которые я вам показывал, кластеры, которые вот, вот эти вот, вот эти, ну, собственно, вот эти, или там вот эти вот, как где. Просто это уже, это уже товары наши. Вот здесь вы можете увидеть категории различные товаров, которые у нас есть. И здесь можно увидеть, что, ну, не знаю, насколько хорошо, здесь у нас есть там какие-то там женские товары, здесь какая-то там бижутерия, здесь там автомобили, рыбалка. То есть, это все начинает, ну, как бы это все в итоге выучивается в какой-то смысл в итоге, в многомерном пространстве. То есть, те товары, которые люди покупают там вместе, они будут вместе в этом многомерном пространстве и так далее. То есть, здесь ближе к женскому, здесь там ближе к мужскому, здесь там, ну, здесь много еще всяких переплетений, потому что вот здесь очень много товаров, которые были мужская и женская одежда, но это, опять же, возможно, ну, как бы, скорее всего, говорит о том, что мужскую. Если кто-то покупает одежду, то но и скорее всего, как правило, покупают мужскую и женскую одежду. Поэтому здесь вот такая вот небольшая каша. Но это все одежда. А здесь уже больше такие маргинальные категории, то есть какие-то там специфические, какие-то там рыбалки, какие-то там запчасти, там плюс 18 вот здесь вот. Это, собственно, это наши товары, это наша обучающая выборка. Собственно, что это такое? Это наша обучающая выборка. Здесь просто говорит о том, что вот у нас товаров вот таких значений вот столько. То есть вот здесь у нас женские товары, вот здесь юнисекс, вот там мужские. Соответственно, у нас группы товаров, как правило, либо женские, либо вот юнисекс пик, либо мужские. И где-то примерно там какие-то товары, они не попали ни туда, ни туда, они вот где-то вот здесь примерно. Вот. Это, собственно, распределение наших меток класса, ну то есть нашей обучающей выборки, которую мы даем сетке для обучения. Это, собственно, что мы получили в какой-то момент, ну, на чем мы остановились. То есть здесь, что мы здесь можем увидеть, это то, что, опять же, вот есть группы товаров, которые сетка довольно хорошо относит к женским, есть группы товаров, которые там сетка относит к мужским, но вот юнисекс, сюда, ну, вот видите, да, здесь больше попало как бы товаров, которые вот сетка посчитала, что она вот, что товары где-то примерно в районе юнисекса, их чуть больше, чем было вот вначале. Вот, я вам потом покажу, ну, дальше покажу примеры, там, ну, как бы, там есть свои эти, свои интересные особенности, почему именно так получилось. Вот, а сколько у меня времени еще? Никто не знает? Я просто пытаюсь понять. Да, вечером не сошло, да? Отлично. Еще и так много, но сейчас у каждого. Нет, нет, лично у меня. Ладно, неважно. Значит, переходим к метрикам оценки модели. Значит, метрика оценки – это очень, ну, это, наверное, для бизнеса, с точки зрения, ну, как бы, решения задач в контексте бизнеса, это, наверное, одна из важных задач, потому что, потому что если мы подберем нашу метрику оценки нашей модели неправильно, мы можем, ну, обучить модель не так, как нам хочется, и получим результаты не те, которые бы мы хотели получить. То есть тут вот такая большая таблица. Но смысл в чем? Причем, у нас есть метки классов – положительные примеры и отрицательные примеры. Если мы говорим про дискретные классы, мы предсказывали значения, которые могут принимать любое значение от нуля до единицы, но мы всегда можем вот эти значения перевести в классы назад. То есть всегда вот такого рода предсказания мы можем перевести. Мы просто можем сказать, что вот отсюда-сюда – это будет класс женский, отсюда-сюда. То есть мы эти пороги можем двигать и менять всегда. Это тоже, как бы, одно из причин, почему мы выбрали такую, так решать задачу, потому что мы можем эти пороги двигать, и мы можем получать… Наши метрики будут меняться в зависимости от того, какие пороги где будут, где вот, собственно, вот этот… Вот на три мы поделим эту всю шкалу, и мы будем эти вот пороги менять. Вот, значит, если мы говорим, вот мы, допустим, получили там какие-то результаты, и мы получили свои классы, мы теперь должны, ну, как бы, мы считаем метрики, смотрим, как у нас модель работает. То, что я вот вам раньше показывал, это вот здесь вот, это accuracy, точность, точность модели. Это одна из метрик, она, в принципе, наверное, самая… ну, одна из самых распространенных, начальных, назовем это так. У нее есть ряд, у нее есть ряд свойств, которые, о которых нужно знать. Кто-нибудь из вас знает про эти негативные свойства метрики точности? Окей. Смотрите, представьте, что у вас, что, например, вы бизнес, вы решаете задачу, вы хотите понять, ну, или вы в банк, например, вы хотите понять, такой классический пример, вы в банк, вы хотите понять, вернет ли вам клиент кредит. И статистика такая вообще, в принципе, ну, вот, что большинство людей кредиты отдают, например. Но есть там какое-то там небольшое количество людей, которые кредиты не отдают. Например, у нас там на 100 человек там, условно там 95 отдали кредиты, 5 не отдали. И наша точность будет 95%, собственно. Если мы берем метрику точности, мы берем 95%. То есть, это называется несбалансированная выборка, когда у нас, скажем, не 50 на 50, исходные, как бы, исходные значения будут не 50 человек отдали, 50 человек не отдали, а 95 человек всегда будут, ну, это такой, как ground truth называется, ну, то есть, ситуация по дефолту, да, по дефолту там 95 человек кредиты отдают, 5 не отдают. И вас просят, типа, сделать модель, например, которая предсказывает, а даст человек кредит или нет. И вы берете метрику точности и говорите, что там, моя модель предсказывает результат с точностью 95%. И вроде бы, как будто это хорошо, 95% это, ну, как бы, дофига. На самом деле, что происходит? Модель может научиться всегда предсказывать положительный класс. И она всегда будет ошибаться, и на всех людей, которые не отдали кредит, она будет говорить, эти тоже отдали кредит. И на них будет ошибаться, потому что выборка у вас такая, что 95 отдали, 5 не отдали. Она на всех будет говорить, что отдали. И получится, что, когда вы считаете метрику, у вас всегда будет модель ошибаться вот на этих пяти человеках, которые не отдали, а она говорит отдали. И в 95 случаях будет права, потому что 95 случаев – это, ну, дефолт, дефолтное состояние, как бы, системы. И вроде бы, как 95% точности в модели – это хорошо, но на самом деле модель вам, как бы, вообще ничего не говорит, потому что вам важны вот эти 5 человек, а не 95. И поэтому в таких задачах с несбалансированной выборкой точность, ну, ее нельзя применять. Ну, то есть нужно понимать, когда это можно применять, когда нет. Вот в данном случае нельзя. Поэтому были придуманы очень большое количество метрик различных, вот в частности, Precision Recall, когда мы учитываем, насколько хорошо наша модель предсказала, там, скажем, либо вот эти 5 человек, то есть действительно ли она предсказала, что вот эти 5 человек не вернут, если у нас несбалансированная выборка. Или там есть, например, другие случаи. в принципе, ну, я, наверное, могу к этому вернуться, не знаю, просто сколько там времени еще осталось. Давайте, если что, я к этому вернусь потом. В общем, смысл в том, что когда мы работаем с мультиклассовой классификацией, нам лучше считать, в том числе и понимать о том, какие у нас метрики, помимо точности, какие у нас, лучше проверять еще на других метриках себя. И понимать, то есть эти метрики нам дадут лучшее понимание о том, что у нас вообще, что у нас происходит. В частности, вот это так называемая матрица ошибок, которая нам показывает статистику о том, что у нас модель предсказала. То есть вот здесь мы видим те категории, ну, true, это которые вот, как они есть, а вот это то, что модель предсказала. И, собственно, вот здесь можно увидеть очень хорошо, где модель ошибается. Что вот эти, вот эта диагональ, она всегда о том, что правильно, и что модель предсказала правильно. То есть, да, вот, например, female, female, там, unisex, unisex, male, male. Вот. И модель, и о чем это говорит? Она говорит о том, что модель предсказала 637 айтемов, товаров, она определила в female, и это действительно female, женский. Там 169 айтемов, она сказала, что это unisex, но на самом деле это были женские. И два товара, она сказала, что это male, мужские, но на самом деле это женские. И, собственно, по каждому столбцу. И, собственно, вот здесь мы можем смотреть вот эти два квадрата, они по цвету очень похожи. Это как раз, собственно, вот эта же история, вот эта большая, только в другом виде, как бы, да? То есть, мы путаем, модель путает unisex и мужские товары. Вот. И она также довольно, ну, как бы, вот здесь она больше всего путает женский unisex, здесь больше всего путает мужский unisex. То есть, она путает unisex либо в одну сторону, либо в другую сторону. Вот. Сейчас я вам покажу, что это такое. Это, собственно, результаты обучения. Вот здесь вы можете, первое число, это true label, ну, то есть, то, что действительно, это то, что предсказала модель. Здесь название того, что это такое внизу. Здесь это настоящий класс, это то, что предсказала модель. Вот. Ну, в принципе, если посмотреть на на то, что отличается, то есть, то, что правильно, как бы, это окей, мы можем посмотреть, например, на какие-то числа, которые, вот эти пары чисел, которые там отличаются, например. Ну, вот здесь, например, модераторы сказали, что, например, на этот товар, какой-то там пони, скарф, они сказали, что это 100% женский товар. Ну, модель посчитала, что это почти женский, на 0,3. Вот здесь, сейчас сделаю еще разницу, есть какая-нибудь. Ну да, вот, например, ну вот, например, кстати, это какой-то органайзер на стену вешать для чего-то. Модераторы посчитали почему-то, что это товар исключительно женский. Модель определила это почти как юнисекс, то есть это почти 0,5. Опять же, ну, например, в этом случае мне кажется, что модель чуть-чуть ближе к тому, что есть на самом деле. Здесь вот то же самое, можем увидеть, что это ближе к женскому. Модель определила, что это чуть-чуть меньше там. Здесь вот то же самое, например, модель определила, что это почти юнисекс. Я даже не знаю, что это, честно говоря, вот это. Почему-то модераторы посчитали, что это практически женская история. Но тут же еще нужно понимать, что модель учится на данных, которые ей дали люди всегда. Поэтому она очень зависит от того, какие данные вы ей даете. Соответственно, она пытается их повторить. Как можно лучше. Но поскольку вот эти данные размечали несколько человек, появляется некая, и опять же, товаров много, в этой разметке классов появляется некая такая вариативность. То есть один человек скажет на один товар, ну мне кажется, что он более такой-то. А другой скажет, ну это более такой-то. Модель пытается найти какую-то там, не знаю, середину между тем и этим. И вот эта вариативность, она, с одной стороны, ну, наверное, любая вариативность, это, наверное, с одной стороны не очень хорошо, а с другой стороны, она говорит о том, что мир вокруг нас, он чуть более сложный. И это позволяет модели более общие вещи, как бы, учить. Эта вариативность, как бы, она вносит вот такое, ну, как бы, она обладает вот таким характером. То есть она говорит модели, что вот. И то есть модель на основе вот этой вариативности от нескольких модераторов, от вот этой разметки, которая может не совпадать плюс-минус там на какие-то значения, она, как бы, она учит что-то свое, что-то третье. Вот. Вот здесь следующий пример. Это... Сейчас мы посмотрим какой-нибудь... Ну, вот здесь это что-то связанное с рыбалкой, какой-то спиннинг, то есть, да, вот там модератор сказал, что это 0.8, модель ближе к юнисексу определяет. Здесь тоже, я не знаю, что это такое, тоже юнисексу, то есть, флаг. Ну, флаг, не, я, да, я понимаю, что написано, я все равно не понимаю, что это за флаг. Сейчас какой-нибудь еще найдем. Ну, вот, например, да, вот модератор посчитал, что вот это, как бы, это практически мужской товар 0.7. Модель посчитала, что это там юнисекс. То есть, ну, наверное, вот в этом случае, наверное, ну, как можно согласиться с модератором чуть больше. Хотя, опять же, тут еще такой интересный момент есть, что вообще, если... Вообще, как бы и девушка могла вносить такую бейсболку, наверное. Но в каком-то краткосрочном периоде, ну, наверное, модератор больше прав, да. То есть, вот здесь то же самое, как бы. Модель считает, ну, там, некий рисунок, как бы, на котором нет каких-то уж явных таких, ну, мужских каких-то. То, что там, знаете, были товары, которые там были с черепами, там еще какие-то там хольца, там какие-то, они прямо явно мужские такие. Здесь как бы такого нет. Вот здесь. Ну, я думаю, здесь скорее... Какие-то оттенки в розовый. Вот здесь? Вот здесь? Вот здесь не... Что-то там красного. Не, мне кажется, тут как раз не нежные оттенки, мне кажется. Красный. Ну, вот эти вот... Ну, в общем... Хаки, хаки. В общем, вот, да. Вот есть вот такая, ну, вот такой случай. Вот здесь вот тоже, то есть, здесь написано digital new clock, да. То есть, это для машины какие-то часы. Модераторы посчитали, что почему-то вот такие штуки покупают только мужчины. Модель посчитала... Модель, как бы, она в этом смысле более... В некоторых случаях модель более такая толерантная. Она говорит, ну, а что, как бы, это, ну, по-моему, это юнисекс, как бы, ну, скорее всего. Хотя, наверное, по статистике, если мы там поднимем, посмотрим, как бы, наверное, действительно, может быть, я не знаю. Может быть, такие штуки покупают мужчины чаще. Вот. Дальше. А, вот здесь обратный случай. Это какие-то сумки для путешествий. Вот, модераторы посчитали, что это юнисекс. Модель говорит, ну, это, скорее, больше женский. Наверное, потому что, опять же, здесь сыграли роль товары, там, сумки, которые были... Очень много сумок, они относятся, как правило, к женской категории. Модель чуть-чуть на них переобучилась. Как бы, она видела очень много. Так, ага, сумка, значит, женская, значит, там, сумка, значит... То есть, и в этом случае, например, она говорит, что вот она среагировала на сумку не до конца, как бы, но, тем не менее. То есть, она, как бы, среагировала на сумку, но при этом среагировала на тревел. И вот тревел, он больше к юнисексу, сумка более к женским. И вот она что-то, как бы, вроде, как бы нашла некую такую вот середину. Вот, что-то еще есть из несогласия. Ну да, вот здесь тоже, вот, как бы, модератор считает, это, типа, вот такие штуки покупают мужчины в основном. Модель нет, типа, это юнисекс. Тоже, как бы, кто прав здесь, ну, как бы, трудно сказать. Здесь какие-то товары для рыбалки, опять же, опять же, мужской, опять юнисекс. Вот, ну и, в общем, еще чуть-чуть. Ну, гаечный ключ, там, вот, например, тоже юнисекс. Не, ну, понимаете, мы сейчас, мы сейчас ориентируемся, как бы, в первую очередь, как люди на картинку, но там еще текстовые фичи присутствовали, они тоже, в общем, ну, играют какую-то роль. Ну, наверное. Что, при поддельности слова, они не говорят, как лагачный ключ, если по отдельности слова взять, то они... А у нас, а у нас сетка такая, что, у нас конвалиционная сетка по тексту, она учит, у нее такой же принцип, как у сетки, которая работает с изображениями, то есть, конвалиционная сетка, это что такое? Вот у нас есть картинка, и сетка таким фильтром, она, как бы, ходит вот, 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 с каким-то шагом по всей картинке, и она не смотрит на какой-то отдельный пиксель, она смотрит на группу всегда. И сетка, которая у нас по тексту, она использует такой же принцип, она тоже конвалиционная, она не смотрит отдельные слова, она ходит таким же окном и смотрит на интеракцию слов. Так же, как конвалиционная сетка по изображению смотрит на интеракцию какого-то поля картинки, так же конвалиционная сетка по тексту смотрит на интеракцию слов. Это, на самом деле, очень важно. Интеракция вот этих фичей, вот этих слов там отдельных или там чего-то еще, она очень важна, потому что она позволяет создавать очень сложные зависимости, которые люди... люди, то есть сетки, нейронные сетки, как правило, часто называют black box, потому что мы не знаем, что внутри происходит, мы не можем это интерпретировать. И, собственно, чем нейронная сетка занимается, она как раз пытается выучить вот эти, вот это взаимодействие вот этих вот, ну, например, про текст взаимодействия слов, что вот это слово рядом встречается с этим там и так далее. И вот это ей позволяет собирать такую статистику и создавать новые представления, новые фичи и, скажем, из группы создавать что-то одно. Потом из второй группы создавать что-то еще. Потом эти две группы объединять, создавать что-то и третье. Ну, собственно, так сеть и выглядит, да, она такая многоуровневая, многоуровневая такая функция, функция со многими вложенными функциями. То есть каждый вот этот вот, если вы видели, вот когда она как сеть представлена, это вот как бы один слой, второй слой. Каждый слой – это по сути функция, вернее, каждый нейрон в каждом слое – это функция. И вот этих функций, их очень-очень-очень много может быть, могут быть там миллионы. У Резнета, который я показывал, там миллионы параметров. И вот эти миллионы параметров учатся создавать, брать исходную информацию, создавать на основе ее что-то свое, потом из этого создавать что-то еще, потом еще, 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 и в итоге, чтобы, ну, как бы все это делается для того, чтобы получить какой-то ответ, который необходим. Вот. Ну, по-моему, это последний, да? Ну, собственно, вот еще примеры последние. Ну, в основном, как бы мы получили, собственно, в итоге мы получили довольно хорошие метрики. Ну, то есть эта задача довольно несложная на самом деле, потому что класс, ну, классов, по сути, три, мы их решали не через классы, но, тем не менее, как здесь мы говорим, допустим, если мы формулируем эту задачу как мультиклассовую классификацию, то три класса, чем меньше классов, наверное, не знаю, насколько правильно это будет сказать, но мне кажется, наверное, правильно, чем меньше классов, тем проще как бы задача решается, потому что есть задачи, у которых там и по тысяче классов, и это гораздо сложно, гораздо сложнее такие задачи решаются, потому что классы начинают там быть, ну, становятся быть очень похожи, становятся похожи друг на друга и их очень сложно разделить. А когда классов три и когда мы, в принципе, их легко можем разделить даже как люди, ну, это, в принципе, задача такая не суперсложная, скажем так. Вот, собственно, ну, собственно, все. Я, в принципе, если у меня еще есть время, я могу там вернуться к метрикам или рассказать немного про метрики, или, не знаю, или задавайте вопрос. Категориальная кроссантропия – это функция потери. Вот, да, вот какая метрика качества была бы, хорошо, если бы у нас была мультиклассовая классификация, но внутри этой мультиклассовой было бы несколько классов, которые меньше или больше других значительно, то есть дисбаланс классов внутри мультиклассов. А, ну, собственно, кстати, да, мы у нас, у нас это являлось частью решения этой задачи, у нас было, если вот здесь можно увидеть, это распределение наших меток класса, ну, той обучающей выборки, которая у нас была. Здесь можно увидеть, что у нас больше всего женских классов товаров, которые относятся к женским. Там какая-то часть юнисекса и меньше всего мужских. И мы учитывали этот момент тем, что мы считали некие коэффициенты для каждого класса и передавали в модель и говорили ей, что, то есть мы говорили модели, что для каждой ошибки для каждого класса примени еще вот эти коэффициенты с учетом того, что если, то есть это опять же некий дисбаланс такой, да, их неравное количество, женских больше, мужских меньше всего. И мы говорим модели, мы посчитали там, высчитали пропорции, сколько у нас там, каждых товаров какого класса, и мы говорим, что если ты будешь ошибаться на женских классах, то у тебя будет коэффициент самый маленький из трех. А если ты будешь ошибаться на классах с мужскими, нам нужно как бы как-то компенсировать меньшее количество классов мужского, мы говорим, что к функции потери, вот к этой ошибке, которую ты получил, сеть получила, еще ее нужно будет умножить на какой-то коэффициент, который сделает эту ошибку чуть больше. То есть если ты ошибаешься на классах, которых меньше, мы умножаем это на коэффициент, и в итоге как бы независимо от того, сколько у нас классов, независимо от того, что у нас несбалансированная выборка, мы в модель передаем такие коэффициенты, которые как бы это балансируют, но с точки зрения лоса. То есть у нас будет лос считаться, ну вот эта вот собственно ошибка, которую модель получает, она всегда будет доумножаться на какие-то коэффициенты, которые будут вот этот лос выравнивать. И сетка не будет переобучаться на женском классе и стараться предсказывать всегда женский класс только потому, что его больше. Она будет еще… То есть лос от мужского класса будет больше, потому что мужского класса меньше. Вот это взвешенный лос получился, да? А вот если это как раз вернуться все-таки к метрике качества? И что с ней? Ну, опять же, эквирусия будет не совсем корректна, то есть она тоже взвешивается? Нет, эквирусия некорректна, да, поэтому мы, собственно, считали вот эту штуку, и мы считали precision recall всегда. И потом смотрели, ну то есть метрики… А как precision recall в следующем классе? Ну вот так, собственно. А, ну попарно, да? Ну то есть вот здесь вот в этой таблице, кто знает, вот здесь просто показана табличка, которая состоит из двух классов, а, собственно, в случае мультиклассовой классификации это просто табличка, ну как бы, вот сколько у вас классов, столько у вас будет там, столько на столько у вас этот. Собственно, если бы это был, если бы у нас было только два класса в бинарной классификации, то это бы таблица выглядела просто вот так вот. То есть, да, допустим, там, женский, юнисекс, и все. Вот, вот, раз, два, три, четыре. Если у вас, чем больше у вас классов, тем, собственно, вы просто добавляете вот это, и у вас получается… Вот это true positive, вот это. И вот это true positive, и вот это true positive. А где true negative? True negative… Ну, тут не бинарная, сейчас пекарно, о чем речь? Ну, для расчета, так скажем, decision-recola нужно определенные метры. Да. И мы должны отличать один класс правильно от другого класса правильно. И у нас есть ошибки на первом классе и ошибки на втором классе. А когда третий класс, то получается, что precision-recola можно посчитать только, сравнивая два класса между собой. Окей, да, хорошо. Окей. Нет, мы можем посчитать, мы можем precision-recola считать в любой ситуации, в принципе. То есть, вот у нас есть, как бы, вот здесь мы считаем recall, вот здесь мы считаем precision. Собственно, точно так же можем это все распространить на мультиклассовую классификацию. Там просто будет опция такая, что там, когда ты считаешь precision-recola для мультикласса, ты там можешь там как-то это все усреднять. И там есть там свои эти, несколько опций, по которым ты можешь усреднять эти значения. То есть, там тот же average precision есть такие штуки, там такое все. вот. Можно мне тоже попросить? То есть, там, смотрите, мы говорили, что там есть текстовая информация, описание. Та же самая кепка. А если не написано, что она мужская, как она сеть? Она учитывала? Она... Потому что в описании, то есть, она там четко относится к мужскими. Все-таки опять вы не секс-двигалась. Ну, сеть учитывает всю информацию, которую мы ей даем, плюс она учитывает... Она неравномерно учитывает. Есть информация, которая сети говорит... Ну, то есть, например, мы подаем картинки и текст. Сеть может посчитать, что общий вклад картинок в решение этой проблемы, он будет чуть больше, чем вклад текста. Почему я так говорю? Потому что вот в нашей проблеме вот эти товары все, они... Это было одной из больших проблем для решения ряда задач, связанной вот с этим маркетплейсом. В чем проблема основная заключалась? В том, что эти товары, они приходят, как правило, там от китайских подсообщиков. Это не англоговорящие люди. Во-первых, они пишут там, могут писать с ошибками, могут писать там немного, ну, как бы, немного неправильно. И самое важное, они могут, пытаясь обмануть, там, скажем, поисковую систему, и это, как бы, мы такое встречали, они могут, скажем, в текстовое описание вообще закинуть все что угодно. Может быть, вы встречались на каких-то других площадках, вы там все-то открываете, и вам там написано там товар, и там вообще все слова, которые только возможны. То есть, это сделано для того, чтобы человек, когда искал видимо, они так думают, или действительно работает, чтобы человек, когда ищет в поиске, чтобы у него этот товар как бы появлялся в поиске. И это была одна из больших проблем вот, собственно, в решении задач, связанных вот с этими, со всеми товарами, тем, что нам нужно было заниматься предобработкой текста, там, убирать какие-то там слова, которые там нерелевантны, или там какие-то там слова, которые состояли там из двух букв и меньше, например. Ну, то есть, это, в принципе, всегда так, это предобработка текста, она практически всегда существует в любой задаче машинного обучения. Мы этим занимались то же самое, и мне кажется, я не проверял, но мне кажется, что вот в этой задаче часто сеть, вот она получала какой-то вектор картинки, вектор там текста, и потом она начинала работать с ними, и подбирать веса, то есть, и вот веса, которые они назначали тексту, они, возможно, либо в целом, либо по каким-то случаям были чуть меньше, то есть, они меньший вклад делали, то есть, то есть, они помогали, безусловно, мы пробовали и просто по картинкам эту проблему решать, и просто по тексту, но когда мы объединили эти две, две сущности, мы получили лучший результат, но в целом текст давал чуть хуже результаты, чем картинка, поэтому мне кажется, что даже при объединении это ей помогло, но при этом веса, то есть, вклад текста, он был меньше. Вот. Какое количество было размечено? Мы использовали такую штуку, которая называется Active Learning, это, наверное, активное обучение, это такой тоже довольно распространенный способ решить проблему отсутствия размеченных данных, то есть, размеченные данные часто бывают, часто бывают большой проблемой, то есть, тебе говорят, реши какую-то задачу, вот тебе там, не знаю, там, сто картинок, типа, ну, как бы, на самом деле, там, особенно если касается картинок, сто, это очень мало, это нужно там десятки тысяч, например, условно, для решения задач какой-то классификации картинок. И что для этого делается, то есть, как решать эту проблему, тебе приходят, скажем, сто каких-то там, сто размеченных там чего-то, картинок, например, ты учишь свою модель, получаешь какие-то там метрики, не очень хорошие, там, 60, размечаешь на какой-то там тестовой выборке, которая не была размечена, модель, конечно же, ошибается, ты отдаешь модераторам, и модераторы тебя исправляют, то есть, люди, которые размечают, они, как бы, эти данные доразмечают, но поскольку они размечают не с нуля, это происходит быстрее, потому что часть данных модель все-таки угадала правильно, им нужно только исправить там то, что неправильно, потом они тебе эти данные дают, ты заново переобучаешься на них уже на большем количестве, там, на 200 картинок, получаешь чуть лучше результаты, и, собственно, вот этот цикл проходишь несколько раз, то есть, это очень часто используется такая, штука, вот, потому что, во-первых, проблема с данными, с размеченными данными, и, во-вторых, проблема в качестве данных, она, как бы, всегда присутствует, вот. А что если учить только на данных мужского или женского, модель сама будет говорить на новых данных, то это что в цели? В смысле, как только на мужского? То есть, учить модель только на, наверное, нуле или единстве? Не совсем понимаю, чтобы на одном классе? Смотрите, на вход, среднее значение. Среднее значение чего? Не показывать на юнисекс, при обучении. А, не показывать на юнисекс, ну, ну, да, наверное, это возможно. Просто у нас были, у нас, у нас есть товары юнисекс, поэтому мы их используем. В принципе, да, наверное, такое возможно. Я не знаю, какое там распределение, опять же, это зависит от данных, это зависит от того, как мы учимся, что там за распределение. Может быть, распределение получится вот такое, то есть, женские, мужские. Может, модель настолько хорошо научится, что она вообще скажет, вообще юнисекса не существует. То есть, ну, вроде все. Ну, она может это сделать, да, это зависит от. Все, друзья, спасибо, с вами заканчиваем. Спасибо.